Я приветствую вас, братья и сестры. Вот брат рассказывает стихотворение. Я невольно вспомнил, есть у Левина, Якова Левина, книги «Сеется семя», такой пример. Ну, круизный корабль, много пассажиров, и одна христианка, искренно боящаяся Бога, она решила не терять время, напрасно. Она с собой взяла пачку трактатов и ходит среди пассажиров и раздает. Она очень так интеллигентна, спокойна, ненавязчива, и потом увидела так в сторонке стоит католический священник во всем своем облачении. Она подходит к нему, поздоровалась, говорит, вижу, что вы свободны, вам делать нечего. Может быть, вы возьмете этот трактатик, почитать. Он ответил, я имею лучшую религию, и в ваших трактатах не нуждаюсь. Ну, так, конкретно. Она извинилась перед ним, повернулась и, уходя, сказала, вы имеете религию, а я имею Христа. Повернулась и пошла. И когда она ушла, этот священник стал думать, я имею лучшую религию, а она имеет самого Христа. И вы понимаете, у него такая мысль, а я Христа имею или нет? И остался большой вопросительный знак. Так, братья и сестры, религии не ведут к Богу. К Богу ведет Христос. Стих очень правильно сказан. Вы понимаете, как-то делали такое исследование, что всех больше оттолкнет людей от Бога, или люди не попадут в рай. Брали там пьянство, наркотики, и все-таки вывели. Само больше людей погубит религия. Тщетная, пустая, без Христа. Люди просто выполняют различные ритуалы. Братья и сестры, вот мы с вами евангельские христиане. Это такое, знаете, звучное название. Мы с вами как-то исповедуем возрождение. Мы подходим к этому более фундаментально. Но я хочу отметить, то, что мы называемся баптисты, фундаментальные христиане, не это нас спасает. А что там внутри? Мы Христа имеем. Он живет в нашем сердце. Мне кажется, братья и сестры, все наши собрания, вот особенно вот пятница, исследование Слова Божие, оно ставит задачу проверять нам себя. Вот мы идем. Мы идем для встречи с Господом. Чтобы прийти, и перед нами не закрылась дверь. Вот эта пречь-то о десяти девах, она всегда меня поражает. Вот обратите внимание, они абсолютно все были одинаковые. Я где-то даже, я помню, кажется, в Ташкенте была такая постановка, они там дома сделали, десять девушек, они оделись в светлую, такую, красивые одежды, с этими. Все они одинаковые. Но оказалось, половина не вошли. Остались за дверями. И обратите внимание, что им сказал Христос, я не знаю вас, откуда вы. Как? Другое место, когда мы на улицах твоих слушали, мы ели, пили пред тобою, и ты учил нас, твоим именем мы что-то делали. Она говорит, истинно говорю, не знаю вас, отойдите от меня, все делали, делать или неправда. Вот это, братья и сестры, наша задача. Я вот сейчас будем продолжать разбор слова. У меня такое переживание, ну, может, мои годы к этому меня обязывают, чтобы это не было ритуально. Ну, разбор, разбор, вот сказал брат Иона, слово теперь разбор, все, и домой, Паша Трамп. Чтоб это слово, оно для меня и для вас было живо, действенно, чтоб оно проникало до глубины души и духа, до разделения, братья и сестры, составов и мозгов, и выполняло свою работу. Это цель наша здесь сегодня. Поэтому, братья и сестры, откроем послание апостола Павла к Ефесянам. Четвертая глава. Мы будем продолжать с 13 стиха, но я прочитаю для ясности с 11. Ефесянам 4 глава, 11 стиха. «И Он, Господь, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершенствованию святых на дело служения для созидания тела Христова. Да коли все придем в единство веры и познание Сына Божьего в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по искусству людей, по хитрому искусству, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возрастали в того, который есть глава – Христос, из которого все тело составляемое и соединяемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. На этом мы остановимся. Ну, первые два стиха мы уже очень пространно слушали, и он поставил, сказано о тех, я так понимаю, братья и сестры, вот апостолы, пророки, евангелисты, пастыря, учителя, мне как-то так фокусируется, я слушал, вот, когда брат так очень распространенно говорил об этом, апостолы, пророки для созидания церкви, помните, на основании пророков и апостолов. Евангелисты для проповеди Евангелия, я к ним отношу Аполлоса, красноречивого человека, который много содействия, там написано, опровергал иудеев. Это евангелисты, пастыря и учителя для возрастания верующих. То, что делают сегодня служители церкви, они наблюдают, ну, вот, есть такое место в 20 главе «Деяния апостолов», Павел с пересвятерами Эфеса говорит, и говорит, «Дух Святой поставил вас», не помните, какое слово? «блюстителями». У меня невольно это ассоциируется, милиционерами. У нас в Советском Союзе всю милицию, это блюстители порядка. Дух Святой поставил вас блюстителами, наблюдать, наводить порядок. А какой порядок? евангельский, братья и сёстры. Мы люди, мы очень склонны вот так шататься со стороны в сторону. И блюстители наблюдают, чтобы церковь шла курсом. Мы сразу переходим вот к 13 стиху. доколе все придём в единство веры и познание Сына Божьего. Вот, братья и сёстры, вот это всё действие блюстителей, созидание в церкви имеет какую-то цель. Мы должны прийти в единство веры. Я не думаю, что здесь говорится о лично моей вере и о вашей. Тут говорится, вот я прочитаю, как вот объясняют, вера здесь подразумевает совокупность открытой истины, которая составляет христианское учение особенно выделяя содержание благой вести. Единство и гармония среди верующих слушайте внимательно, возможны только тогда, когда они поставлены на основание здравого учения. Единство, единство. Помните, в Советском Союзе народ и партия едины. Это же такой был призыв чуть ли не на каждом административном здании. Но единства не было. Так вот, братья и сестры, чтобы нам достичь этого единства, веры. Вот есть написано в послании филиппийцам, там в первой главе сказано, апостол Павел говорит, что я хочу слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Веру евангельскую. Вот, братья и сестры, сегодня, вот я говорю, этот человек сказал, католист, священник, я имею лучшую религию. Брат рассказывал, сколько разных. Друзья мои, есть одна библейская, вера евангельская. Вот за нее мы должны подвязаться, единодушно подвязаясь за веру евангельскую. Сегодня я вот читаю книги американских проповедников, очень благодатных, они бьют тревогу. Я обратил внимание, вот как будто я думал, что они более свободны, они сегодня, статья, может быть, кто-то читал, многие читали в наших днях Билли Грейма, он говорит о том, что сегодня сдвинуты основания истины именно в среде христианства. Я вчера какую-то читал книгу христианскую, нашу, и там приводится призыв одного епископа, который говорит, однополые браки, это нормальное, благодатное явление. Братья и сестры, это не евангельская вера, это искажение веры евангельской, и обратите внимание, когда это вносится в среду народа Божьего, создается резонанс, противление, несогласие, нет единства, вот для этого блюстители и должны наблюдать. Появилось какое-то вновшество, принес какой-то брат или сестра, подожди, соответствует ли это Слово Божьему? Вот обратите внимание, я как-то вам рассказывал, я работал когда на мебельной фабрике, у меня очень много было бесед всегда с людьми. Люди интересуются, вот знаете, они как-то мне спрашивают, Николай, ты часто бываешь на собрании? Ну, говорит, четыре раза в неделю у нас собрание, и ты что, всегда бываешь? Я говорю, стараюсь, если не болею, стараюсь быть, и что вы там, ну, вот что, когда у вас, я говорю, в среду, а что вы в среду делаете? Я говорю, Библию читаем, ага, а в субботу, я говорю, Библию читаем, а в воскресенье, Библию читаем, они говорят, ну, хорошо, ну, эту неделю, я говорю, и следующую, а в другом месте, Библию, а сколько? Сколько я живу, мы всегда читаем Библию, ну, они так, им это не, братья и сестры, им это непонятно, они взяли книгу Толстого, Достоевского, там, Чехова, и других, они раз, раз, за вечер прочитали, все кончилось, что там, уже прочитано? Порой люди относят Библию, вот, братья и сестры, к такой литературе, они не понимают, люди не могут понять, что это слово великого Бога, это Бог оставил ориентиры, как нам достигнуть жизни вечной, вот если мы эти ориентиры нарушаем, я как-то вам рассказывал, мы ездили, как-то, это южный регион Казахстана, где я нес свое служение, а западное, это возле Каспийского моря, Актау, там раньше Шевченко назывался, это очень вдали, но там очень было мало верующих, и нам их присоединили к южному региону, и мне надо было ездить, посещать, там было, может, две церкви, в самом Актау, вот мы, возвращаясь оттуда ночью, по Туркмении, знаков никаких, едем, 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 асфальт, едем, и вдруг у нас остановляет погрансостава, куда вы едете? Мы говорим, едем в Ташкент, вы, говорит, стоите у иранской границы, и мы должны вас арестовать, мы подъехали прямо по погрансоставе, ну, хорошо, это добрые пограничники были, у нас были продукты, они были голодные, мы их хорошо угостили, они говорят, вот, возвращайтесь назад, нет ориентиров, это, знаете, пустыня, ориентиров нет, и мы заблудились, чуть в Иран не уехали. Братья мои, сестры, вот у нас Слово Божье, Божье Слово, это ориентиры наши, нам быть в единодушии. Я хочу, братья и сестры, вот есть у римлянам в 16 главе, 17 стихе написаны такие слова, умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделений соблазны, слушайте, вопреки учению, соблазны и разделения делают люди вопреки учению. Когда человек не следует учению, или это учение, он изменяет свою пользу, ну, например, братья и сестры, это же очень просто, если написано, не упивайтесь вином, а исполняйтесь духом, а я люблю выпивать, оно мне нравится, оно вкусное, по секрету скажу вам, когда я был в тяжелом состоянии, здесь уже, мне прописали по ложке вина пить, мои дети провезли какое-то прямо с этого завода, знаете, мне понравилось, думаю, как приятно, каждый день утром в обед по ложечке, я потом думаю, может, по две можно, братья и сестры, и когда оно мне нравится, я начинаю, а что тут такого, все нормально, я начинаю оправдывать, так же люди оправдывают курение, сегодня люди оправдывают гомосексуализм, оправдывают однополые браки, братья и сестры, вопреки учению, я хочу сегодня, чтобы положить на сердце себе и вам, вот учение Господа нашего Иисуса Христа, которое в основе заложено в Нагорной проповеди, это пятая, шестая, седьмая глава Матфея, это наша основа, на которой мы базируемся, и дополнение апостольских посланий, как созидать церковь Христову, я хочу обратить внимание на это, далее мы читаем, единство веры и познание Сына Божьего, это интересно, братья и сестры, вы что, не знаете Сына Божьего? Вот я взял бы сказать, Эдвин или Денис, ты знаешь Сына Божьего? Они сказали, конечно, Христос, они бы сказали так, и я так скажу, ну как же, мы же знаем, мы проповедуем с детства, нам говорят, Христос, Сын Божий, мы это знаем? Братья и сестры, здесь не это имеется в виду, не это имеется в виду. Я предлагаю вот открыть послание к филиппийцам, третью главу, вы посмотрите, что имеется в виду в этом, третья глава седьмого стиха. Ну, давайте немножко, я просто скажу своими словами, вначале апостол Павел, говоря, в филиппийской церкви, он немножко рассказывает свою биографию, он говорит, из рода Авраамова, из колена Вениаминова, евреи из евреев, по правде законно непрочный, он рассказал такой, ну, как еврея, это было прекрасное, это будущий фарисей был, он и был фарисей из фарисеев. А потом, посмотрите, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетой, да и все почитают счетой, ради превосходства познания Христа и Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найти с Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа. Братья и сестры, обратите внимание, это апостол Павел. Это человек, который «не видел ли я Господа?» он говорит. Он был вознесен до третьего неба. Он слышал слова неизреченные, которые не мог нам передать. Нельзя передать, язык там другой. Ну, невозможно наш человек. То есть Павел достиг таких. В другом месте написано, «Я был в храме, молился, и пришел в выступление, и он явился мне». Это вам кажется, в какой-то главе, там, где Павел проповедовал, в Иерусалиме его взяли, хотели избить, ну, там Лисий его заступил. И он тогда свидетельствовал, что Господь явился мне и сказал, «Твоего свидетельства в Иерусалиме не примут. Я тебя пошлю далеко к язычникам». Братья и сестры, кто-то из нас имеет такую близость? Я не имею. Я даже... Мне это вообще недоступно. Павел имел такую близость. И вот он говорит, «Ради превосходства, познания Господа Иисуса Христа я от всего отказал. Все почитаю за ссор». Ух ты, Павел! Ты что, Христа не знаешь? Вот, братья и сестры, познание Сына Божие, это вся жизнь мы должны... Вот, помните, 26-й Псалом, кажется, 4-й стих говорит, «Одного просил я у Господа того только ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господнем, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Вот, братья и сестры, мы знаем все Иисуса Христа по Евангелии. А что такое созерцать красоту Господню? Это что-то внутреннее, братья и сестры. Так вот, наше возрастание, вот для этого и блюстители, и проповедники, и служители в церкви, чтобы направить церковь на какой-то путь возрастания. Возрастание. Я хочу обратить внимание, часто многие к этому не готовы. Хорошо очень сказано у Ивана Винаминовича Каргеля, когда он говорит о возрастании, каяться о Духе Святом, он говорит. И он приводит такой пример, часто верующие или люди, которые приходят ко Христу, вот они пришли, покаялись и остановились. Все, мы познали Христа, мы верующие, мы теперь все. И остановились. Роста нет. В чем причина? И Каргеля говорит, подождите, вы только подошли к жертвеннику, а дальше там есть святилище, а за святилищем святое святых. И Господь нас зовет туда. Познавать Христа – это войти во внутренность. Когда-то, да-да, мог войти в год только один первосвященник, но когда мы читаем послание евреям, кажется, 10 глава, то Господь через плоть свою, через страдания, открыл нам доступ к святилищу. Мы можем познавать Христа. Вот, братья и сестры, познание Сына Божия. Я просто хочу сказать, говорит, у нас крайне этого не достает. Не достает. Поэтому вот брат призывал к молитве, молитвы у нас нет. Некому петь, некому говорить. Ну, какое-то такое, знаете, мещанское отношение. Мы как будто полусонные с вами. Потому что мы не познаем, не доходим до этой, ну, если я назову такое слово, кондиции, чтобы познавать, вот как апостол Павел. Я от всего отказался. У его очень была хорошая карьера. Он говорит, я преуспевал более всех своих сверстников. Он имел доступ к самому первосвященнику. Он имел поручения от самого главного священства в Израиле. Я получил письма и шел делать свое дело. Он имел очень большие преимущества. Он воспитывался у ног Гамлиила. Я вот порой так рассказываю. Ну, вот мои внуки, дети. И вот рассказываю там про Билли Грейма, там о Викторе Гамма. Ну, за этих таких. Они порой спрашивают. Деда, а ты видел Виктора Гамма? А я с таким, говорит, он у меня в доме был. У меня есть фотографии. Ну, вроде похвалиться немного. А они, ууу, деда. Вот, братья и сестры, мы это людьми так хвалимся. Но когда мы познаем Сына Божия, как Павел познал, братья и сестры, это надо платить, цену отдавать. Я от всего отказался. Все почитаю за ссор. Я не знаю, чего он отказался. Написано, что в голоде, в холоде, часто в посте, в стужи, в гонениях, в испытаниях, в вузах. Ух, путь какой у него. Познать Сына Божия. Я понимаю, братья и сестры, мы в других условиях. Я не призываю идти куда-то в пустыню или что-то. Нет. Но недостаток познания Сына Божия. Познание Сына – неотложная задача, а потом в мужа совершенного. Братья и сестры, когда мы там сидели сзади, там дети кругом нас были, меня всегда умиляли вот эти самые маленькие детишки. Вот сидит тот хор, смотрю, он потопом, бежит сюда, на четверенках залазит, по лестнице, он там папу или маму увидел, идет. Я смотрю, и хористы улыбаются, умиляются. Ребенок. А если бы это я так делал, на четверенках полз сюда, что бы вы сказали? Я хочу обратить внимание, дитё. Тут написано, в мужа совершенного. Когда дети рождаются, когда они начинают нам, ну, что-то там говорить, первое слово, мы ж перед ними танцуем. Да, милые, да или... Братья и сестры, но обратите внимание, если эти дети годового возраста будут такими через 10 лет, с таким разумением, мы будем радоваться. Они будут так же лепетать, мама, папа, детские. Меня как-то в одной церкви в Казахстане брат Якон пригласил. Я не называю, потому что эта церковь существует, и брат там живет, и то, что я скажу. Он пригласил, надо было там какие-то вопросы решать. И я, когда пришли, мы открыл дверь, заходим, и вдруг такой верзила, ко мне подходит, я аж испугался, я ничего не понял. А брат Якон, раз-раз посадил его, дал ему букварь с картинками, и он стал с ним. Его детского изображения, он уже ему лет 30, у него не развивается разум. Он только понимает родителям, я посторонний человек, он же агрессивно, но если бы он кинулся, я бы с ними совладал. Он не возрос в муже совершенного, он остался с детским разумом. Они его посадят, дадут вот эту книжку, которую в первом классе, он может часами листать и картиночки смотреть. Как-то я возле вокзала, там в Чемкенте проходил, шел на посещение, иду, смотрю, тоже мужчина лет 30, там дерево так, ветка отвалилась, он залез на ту ветку, и как вот на лошадке, но, но. А люди идут, останавливаются, я остановился, разинул родом. Что такое? 30 лет, а кто-то идет, видно соседик, у него, говорит, ум ребенка, у него ум не развивается. 30 лет у его ум ребенка. Братья и сестры, это катастрофа семьи, это каждодневная боль, что делать с ним, куда давать, кто-то сдают в различные дома, а кто-то несет эту ношу до конца. Братья и сестры, мы тоже можем не возрастать, мы тоже можем оставаться, но в том возрасте, в мужа совершенного. Говорят, 18 лет, 19-20, юноша, он уже отвечает, наши дети, пока ему было 16 лет, я за него отвечаю. Но когда он стал совершеннолетний, он несет ответственность. Вот, братья и сестры, как у нас возраст? Возраст какой у нас? Хочу обратить на это внимание. Чтобы нам тут просто не остановиться, в мужа совершенного, братья и сестры, вот одно место, это 1 Коринфян, 13-11. Когда я был младенцем, то по-младенческим мыслил, по-младенческим рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Ставил младенческое. Вот, братья и сестры, я вот смотрю, вон там дети игрушкой возятся, с куклой, медвежонку. А если бы вот брат Денис сидел бы, ты с куклой игрался бы. Чтоб я подумал, чтоб вы подумали. Он не пришел в возраст, он еще детством занят. Детством занят. Братья и сестры, в духовном состоянии точно такое. Дальше написано в этом же сие в полном, в меру полного возраста Христова. Сначала нам надо возрастать мужа совершенного, это берется наше возрастание, а потом образцом нашего хождения на земле возраст Христа. Братья и сестры, мы можем брать другие образы. Мы можем брать могучего Мухаммеда Али, который был боксером и дрожал весь мир от него. Мы можем брать какого-то спортсмена, мы можем брать, например, какого-то артиста. Здесь не написано так. Чтобы нам, братья и сестры, иметь это единение духа, единение, мы должны возрастать в меру полного возраста Христова. А почему в меру полного возраста? Вот когда ему было 12 лет, написано, там его нашли в храме. Помните, потеряли родители. Шли с поклонения, кинулись, прошли день или там сколько, кинулись, нет, отрока Иисуса. Они вернулись назад, они три дня искали и нашли его сидящего в храме среди учителей. Чадо, что ты сделал с нами? И написано, Христос пошел с ними и был в повиновении у них. Еще не полный возраст. А вот когда он пришел к Иордану, когда подошел Иоанну Крестителю, должно нам исполнить всякую правду. Это полный возраст Христов. Братья и сестры, нашим примером каждый день постоянно должен быть Иисус Христос. Иисус Христос. Младенчество Богу не угодно. Не угодно. Я хочу обратить внимание. Вот далее мы читаем 14 стих. Чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения. Чтобы мы не были младенцами. Ну, чтобы не быть голословным, братья и сестры, мы вот откроем с вами пятую главу послания к евреям. Из 12 стиха мы читаем такие слова. Даже я беру с 11. Об этом надлежало бы нам говорить много. Вначале Павел там объясняет первоседачейник по чину мелхиседека. А потом говорит, об этом надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы стали неспособны слушать. Интересно. Почему? Дальше слушайте. Ибо судя по времени вам надлежало быть учителями, на вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий питаемый молоком не сведущ в слове праведности, потому что он младенец твердой же и зла. Вот братья и сестры, обратите внимание, Павел говорит, с вами невозможно было говорить. Вам объяснять эти истины было, потому что вы не способны это понимать. Роста духовного нет, братья и сестры, застопорилось. Я хочу просто привести такой пример. Вот вспоминаю все-таки я верующий уже с 56 года, в 56 году я покаялся и так далее. Вот небольшая церковь, небольшая церковь, проповедующих было много, люди были малограмотны, братья постарше они читали и пальцем водили. Вот такое было. Но что характерно, когда приезжали братья-служители избирать на служителей, всегда было несколько кандидатур. Желающие, братья хотят служить. Братья-сестры, после я стал сам старшим пресс-фитером, я вам просто свидетельствую, приезжаю в Жамбульскую церковь, самая большая церковь в нашем регионе, она насчитывала сначала 900 членов. Ну, к моему, когда я уже стал нести служение, примерно 600 членов. Несколько раз приезжаю, не можем избрать одного дьякона. Братья-сестры, я свидетельствую вам. Ну, давай, братья, идешь домой, уговариваешь, убеждаешь, ну, давай. Нет, тишина, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Братья-сестры, это говорит о нашем духовном росте. У нас нет этого стремления, если мы познали Христа, есть ли духовно у нас была эта потребность что-то делать. Братья-сестры, проверьте себя сегодня, все сидящие. Вот каждый день я что-то делаю для Христа. Если я ничего не делаю, то я безработный по собственному желанию. У меня просто нет позывов что-то делать. Я знаю, что сейчас кто-то сказал, что я должен делать. Петь не умею, проповедовать, а что? Друзья дорогие, вспоминаю такой пример в городе Куйбышеве, это в России, в то время, когда мы там жили, братья стали замечать, ну, как-то тогда было частое обращение в церквях каждое воскресенье по несколько человек. И вот, когда в Куйбыш идут покаяние, братья после с ними беседовали, выяснили, а как-то вы пришли к Господу. И они выявили такой момент, да говорят, не знаю, ехали в автобусе, еду в автобусе, абсолютно неверующий человек, вдруг подходит какая-то женщина, она оказалась глухонемой, она не могла ничего говорить, но у нее в руках пачка трактатов или Евангелия, напомните, были, и она подходит и люди брали эти трактаты и после приходили в церковь. Это была глухонемая сестра Фрося. И, братья, потом она больше всех привела к Богу, нежели профессиональные проповедники. Она нашла свое место. Вроде, что тут такое, прийти, дать трактатик. Я просто хочу обратить внимание, друзья дорогие, когда мы познаем Христа, Сына Божия, когда мы возрастаем мужа совершенного в меру возраста Христова, вот так как Христос трудился, братья, сестры, нам вообще непонятно. Я порой сижу дома и думаю, Господи, ну как это так? Написано весь день, он там, вот не случайно он в бурю, когда буря поднялась на озере Генисарецком, он написано на корме спал. У нас сразу, Господи, ты что, ты спишь? Никто не спит, а ты спишь. Да ему места не было спать. Написано, он в дни работал, а ночи уходил на гору и проводил в молитве. Вообще, думай, Господи, как? Это накал был, это желание. Я пришел совершить волю Отца Моего Небесного. Вот как он припитал пред Отцом, как он благоговел пред Ним и был услышан за свое благоговение. Так написано пять-семь евреев, братья мои, сестры, и вот когда, если я хочу возрастать в полную меру возраста Христова, у меня должно быть такое, братья и сестры. Я не знаю, я же пережил другие времена, я был немножко пресвитером, порой, братья и сестры, вот собрание, не знаешь, как, желающих много, рассказывать, петь. Я говорю, братья и сестры, ну, я не могу пропустить, надо еще проповедников. Почему у нас такое уныние? Почему такое безразличие сегодня? Мы не научились от Господа, мы не дошли в полную меру возраста Христова. Что с нами происходит, братья и сестры? Я хочу предложить одно место священного Писания. Это записано 1 Коринфянам 3 глава. Смотрите. 1 Коринфянам 3 глава с 1 стиха. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? это картина апостола Павла, он приехал в церковь. Я немножко, братья и сестры, так фантазирую, фантазирую. Вот Павел приехал, вот примерно, давайте, это Коринфская церковь. Представьте, что на моем месте стоит апостол Павел. Павел говорит, братья, Господь не открыл тайну пришествия. Я хочу вам раз, а кто-то встает, Денис встает и говорит, а брат, ты был там в Риме? Был. Мясо почем там стоит? Он занимается скотоводством, ему надо поехать и продать хорошо мясо. Павел говорит, я не знаю, я на базаре не был. Братья, я начну вам продолжить. Кто-то встает, другой. И Павел говорит, я не мог с вами говорить, как с духовной. Вы плотские, у вас мясо, хлеб, печенье, торты, праздники, бассейны. Ну, я добавляю, братья и сестры, плотское состояние. Нет возраста духовного. Братья и сестры, мы должны посмотреть, что мы с вами похожи на это. Похожи. Вы еще плотские. Нет, я не хочу сказать, что мы все такие. У Господа всегда есть пламенные работники, Бог пользуется ими. Я верю в это. Он сказал, я создам церковь, врата ада не одолеют. Вот простой пример, братья и сестры, я ставлю. Вот у нас во вторник, ну, сначала были три группы. Потом я понял, одной группы не стало. Две группы. И они не растут, а тают потихоньку. Наша группа умирают, наши бабушки, дедушки, а нового пополнения нету. Я не агитирую к тому, идите туда. Я просто хочу сказать, это показывает наше духовное состояние. Нам это не нужно. Мы плотские люди. А это еще во вторник, и в пятницу, и в воскресенье, вечером, и некоторые удосуживаются посещать собрание только утром, а некоторые может только на вечерю. Братья и сестры, это плоское состояние. Плоское состояние. Поэтому сегодня вот и обратите внимание, чтобы вам не быть колеблющими и увлекающими всяким ветром учения. Вот почему в церквях и возникают братья порой. Ну, что делать с этим братом? Что делать с сестрой? Не стало я в собрании? Она где-то бывает здесь ее нету. Ну, как идут домой, беседуют, помолятся. Это говорит о том, что младенцы, они увлекаемы ветром различным. Больше ветрами этого мира, братья и сестры. Я хочу сегодня сказать, братья и сестры, это не касается только молодежи. Это касается всех нас. Я просто приведу один пример. Я когда-то давно рассказывал, там у нас в Чемкенте был один старец. Он был очень крепкий такой. Я тогда был совсем молодым, уже был пресвитером. Он старец. И мы тогда шли на собрание не так, как здесь. Все подъехали, вышли в собрание. Вышли по несколько километров, где-то мы соединялись на улице, шли, и часто мы с ним соединялись, ну, примерно полкилометра до собрания. Он всегда начинал, что он такой был очень разговорчивый. И он всегда рассказывал о своих успехах, как он прожил жизнь. И как-то он подходит ко мне и говорит, Николай, мне надо прийти к тебе, у меня есть вопросы. Ну, думаю, я же пресвитер, приходите. Вот, понедельник, договорились, такое время, приезжайте вечером. Приезжает он. Я помню, позвонил, я вышел, завожу его, у меня семья, дети, я его завожу в отдельную комнату, закрываю дверью, у брата вопросы. Значит, у него что-то я привык к этому, или греховное состояние, или что-то, помолились, говорю, давайте помолились. И он начал мне рассказывать, начал с Первой мировой войны. Как он был в партизанах, как он воевал, какой он удачливый, какой он способный. Потом перешел на гражданскую войну. И все это в деталях, и все это бесконечно, и с таким эмоциальным выражением. Потом перешел на Вторую мировую войну, братья и сестры, свидетельствую, я стал тихо молиться, Господи, останови как-то. Ну, я стесняюсь, я молодой, это старец. И он говорит, говорит, потом, наверное, это было часа два монолог. Потом он похвати, ой, брат, уже много времени, мне домой пора. Я говорю, брат, а вопрос? Ну, это когда-нибудь другой раз. повернулся, ушел. Братья и сестры, это старый человек плотским уклоном. Нет роста. Физический рост есть, а духовного нет роста. Братья и сестры, я хочу, чтобы сегодня этот наш разбор мы положили на сердце такую проверку. Вот тут младенцы, братья и сестры. Когда младенец, помните, апостол Петр, он как-то говорил, ой, сейчас, если я вспомню это место писания, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам воспачение. Это апостол Петр пишет в своем первом послании. То есть, когда люди приходят к Господу, они младенцы во Христе. Всегда вспоминаю, пришел к нам на собрание, братья, это такой великий человек, он стерех кабинет Ленина, разговаривал с ним, потом работал в Кремле, многократно был на приеме у Сталина, когда он рассказывает, мы вот так сжимаемся, это большой человек, и вот он стал посещать наши собрания. Мы с ним познакомились, я его приглашал к себе, он домой к себе приглашал, он жил в специальном доме, где обкомовские все работники жили. Вы знаете, когда я ему начинал что-то говорить, не понимает, он стал приближаться к Христу, он потом покаялся, и вот говорит, вот, какое-то место, я ему напишу, все сделаю, он говорит, а что ты, это Давид сказал, Давид для меня не авторитет, мне надо, чтобы Христос сказал. Я говорю, брат, ну это ж Давид писал духом, не, не, Давид не авторитет, я не хочу его слушать. Вот понимаете, как трудно это, ему было за 70 лет, он окончил Академию Генерального Штаба, он работал большим чиновником, а вот простой, как младенец, но братья и сестры, на наших глазах он возрастал духовно, рост. Пусть Господь благословит нас, чтобы нам не оказаться младенцами. И последний стих. Но истинной любовью все возрастали в того, который есть глава Христос. Вот новый перевод говорит это место так. Давайте будем возглашать истину с любовью и мужать, чтобы стать подобными ему во всех отношениях Христос глава всему телу. Современный перевод. Вот, братья и сестры, нам просто надо стать на эту основу, основу возрастания и сделать проверку своего духовного состояния. Физическое состояние у нас превосходное. Мы все пользуемся телефонами, кто-то постоянно сидит в интернете, у нас большие познания. Сегодня я прихожу к моим шести-семилетним внукам, они мне все расскажут, а я не знаю, что с телефоном делать. То есть, мы живем в другое время, но это не говорит о духовном возрастании. Пусть Господь благословит нас, чтобы вот это место, чтобы вам не оставаться младенцами, возрастать. И я хочу сказать, братья, сёстры, лучшая проверка, поставьте для себя вопрос, что я делаю для Господа? Что я делаю? Петь не могу, но не беда, не беда, можно молиться. Вот, братья, сёстры, сегодняшние церкви, сегодняшние церкви, они страдают больше всего от недостатка молитвенников, больше всего у нас молитва угасает. У нас вот Анна, помните, которая дочь Фануилова, она служила Богу при храме постом и молитвой два дня в неделю. Или не так? А как? День и ночь. Я специально сказал, как вы, слышите меня или нет. Она служила постом и молитвам день и ночь. Невообразимо. Невообразимо. Братья и сестры, в своем служении я видел этих молитвенников. И если во мне есть что-то хоть немножко полезного, это от них. Я просто в заключении расскажу такой пример. Я где-то прочитал в христианской книге в одной церкви. Было такой застой, вот нет, покаяние, тишина. Брат был старенький. И вдруг туда Господь направил молодого такого энергичного брата, хорошего проповедника. Его избрали руководителем, он стал проповедовать, ну, оживил церковь. Началось покаяние. У его такое появилось мнение, ну, это я. Как я приехал, и все изменилось. И тогда ему снится сон такой. Он говорит, я стою на кафедре, я проповедую, как обычно, и вдруг открывается входная дверь, и залетает такой красивый единственный венок. И в моих мыслях это самому лучшему в этой церкви. А я говорю, ну, кому? Мне, конечно, кто больше сделал. А венок так вышел, и так пошел, пошел туда, вот так идет, и сюда, а сюда, и ко мне, а я, говорю, ты голову подставил. А венок прошел мимо, пошел туда, и там в самом уголку сидела старая бабушка, и на нее опустился. А я говорю, Господи, почему? Ему был такой глаз, вот он во сне видит. С тех пор, как ты приехал в эту церковь, эта бабушка день и ночь молится за тобой, за тебя, и твое благословение не на кафедре решалась, а в этом уголку, где сидела эта бабушка. Я просто этим примером хочу сказать пред Господом. Можно, братья и сестры, трудиться и переносить плод, и на небе мы же предстанем, и мы, написано, скажите праведнику, что благо ему, он будет вкушать плоды дел своих, он будет вкушать. Поможет нам Господь, братья и сестры, в этом. Аминь.